Так, слава Богу. Вот, аминь. Спасибо тебе Господь за все. Благодарю тебя за этот еще один день милости твоей, благодати твоей. Евгений пишет здрасте, тоже. Здравствуйте, братья и сестры, будьте здоровы. Господь да благословит и действительно облагодатствовал нас сам Бог Небесный. Аллилуйя. И вот хочу прочесть я из 6 главы Евангелия от Иоанна, 6 главы. Арсений пишет, шалом, шалом, приветствую. Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 27 стиха читаю. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Ибо на нем положил печать свою Бог, Отец. И так сказали Ему, что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Иисус сказал им в ответ, вот дело Божье. Аллилуйя. Чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал. На это сказали Ему, какое ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе, что ты делаешь. Что ты делаешь? Отцы наши Елеману в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам. Не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть Тот, Который сходит с небес и дает жизнь миру. Еще раз хочу повторить это прекрасное. Иоанна 6, 33. Хлеб Божий есть Тот, Который сходит с небес и дает жизнь миру. Аллилуйя. На это сказали Ему, Господи, подавай нам всегда такой хлеб. Иисус же сказал им, я есм хлеб жизни. Приходящий ко Мне не будет алкать и верующий в Меня не будет жаждать вовек. Я есм хлеб жизни. Друзья, дамы и господа, братья и сестры. Хлеб жизни сам Иисус Христос. И ни в ком другом нет спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надвижало бы нам спастись. Которым спасены, которым спасаемся. Сегодня я совершаю вместе с вами хлебопреломление. Возьмите хлеба. Я приготовил себе соку. Купил заранее, тогда его еще. Хлеб у меня здесь очень разный. Из того, что осталось у меня здесь в квартире, вот здесь, это остатки вот этого, как называется, фатих. Фатир, не так хлеб называется. Это просто обычно хлеб. Вот такой зерновой хлеб есть. Кстати, очень вкусно пахнет тоже. Вот. Вот сейчас посмотрел, какой у меня хлеб остался, значит, вот я все сложил сюда в корзиночку такую. Вот. Рожаной, пшеничный. И вот фатир он такой, ну, тоже пшеничный. Хлеб. Это прекрасно. Я уже говорил не раз, наверное, что один из моих самых любимых запахов вообще в жизни. И вкусов. Это запах хлеба. Вкус хлеба. Конечно, разный хлеб есть. И по-разному готовят его. Ну, вот. Но, знаете, Иисус себя сравнил с хлебом. Он сказал, что он есть хлеб жизни. Хлеб жизни. Хлеб, дающий жизнь. Ну, как вот в той песне, помните, пелось раньше? Хлеб всему голова. Запомни, там, сынок. Такие-то слова. Хлеб всему голова. Вот. И, ну, конечно, там в азиатских культурах, там, у них другой хлеб совсем. У них там рисовый хлеб, рис. Вот. Ну, где что. Ну, у нас вот, слава богу, вот такой хлеб. Вот. И. Действительно, хлеб, он дает жизнь. Ну, Иисус есть хлеб вечности. Сегодня во сне я видел потрясающую вещь такую. Я до сих пор вот под впечатлением того, что во сне видел. До сих пор еще, ну, как бы. Ну, среди прочего, я видел, держал на руках ребенка. Слава Христу доброе, бодрое, благословенное утро, Данил пишет. Аминь, аминь, аминь. И во сне я держал на руках ребенка, молился. И этот ребенок, он переживал так Бога сильно. Вот. Младенчик совсем еще. Он переживал Бога так искренне. Вот. И слезки на глазах. И улыбка. Вот это потрясающе было. Знаете, как вот на древних иконах изображают, там, допустим, душу. В виде младенчика. Вот. Вот. Допустим, там, Успение Марии, да, значит, там, к примеру, Иисус там держит такой маленький сверточек. Бабичку маленькую, маленького ребеночка. Вот. И так вот в традиции древней, византийской традиции еще, греческой, изображали, значит, душу человеческую. Вот. И так интересно. Вот такое ощущение, что во сне прям было, что я держу в руках именно не просто даже младенчик, а держу в руках душу. Вот. И душа эта, она и плачет, и радуется одновременно. Радуется и плачет ее. Не плачет, а слезки такие. Это слезы радости. Вот эти восторга. Восторга от присутствия Божьего. Это потрясающее состояние в присутствии Бога, когда мы испытываем такой восторг слезный, радостный. Это действительно благодать. И я благодарю Богу, что вот перед пробуждением сегодня ночью вот видел во сне вот подобное. Вот. И очень благодарен Богу за действительно его присутствие в нашей жизни. Вот. И когда совершаем причастие Евхаристию, возьмите тоже себе хлеба, неважно какой он будет, ржаной, там, пшеничный, или сухарики какие-то. Я бываю, да, причастие совершаю просто, наливаю воды, значит, и беру сухарики там какие есть. Вот. Вот. Совершаю причастие Евхаристию. Вот. Дело-то не в качестве хлеба. Вот. Сегодня, кстати, я разговаривал здесь вот, вчера еще разговаривал с таджиками. Сегодня они вот будут печь опять эти вот лаваши, эти вот эти вот фатих, фатир. Вот. Вот. У них в 7 утра уже пекарня здесь. Значит, уже выдает хлеб. И вот я как раз после утренней молитвы пойду, после трансляции этой, пойду на прогулку такую утреннюю здесь, молитвенную, и зайду к ним как раз, возьму у них еще вот эту фатир горячего. Вот. И сегодня хочу тоже днем совершить причастие вместе со своей супругой. Вот. Спасибо, Господь. Вот. Слава Богу за интернет, что если даже мы не можем быть вот физически близко друг с другом, вот, друг к другу, то вот через интернет мы можем хотя бы вот видеть друг друга, слышать, вот, и даже совершать вот такие тайные действия, такие причастия совместных, либо преломления. Вот. А сегодня моей супруге день рождения, как раз 16-е сегодня, октября. Вот. Вчера был день рождения одного из наших священнослужителей, отца Сергия. Тоже поздравил я его, вот, и поздравляю паки, паки, снова и снова. Вот. А сегодня день рождения моей супруги драгоценной Инны Сергеевны. Вот. И тоже совершим причастие мы, такое семейное хлебопреломление совершим. Вот. И... А сейчас вот в этой утренней молитве, в этой трансляции с утренней молитвой, я хочу с вами совершить причастие, евхаристию, хлебопреломление. Знаете, когда мы что-то кушаем, мы едим что-то, вот, это частью нас становится. Даже, ну, как там, говорят, а мне там один прислал товарищу, кто он диетолог, что-то, ну, там, известно такую цитату прислал мне, что мы то, что мы едим, как бы, мы тем становимся, что мы едим. Вот. И действительно, ну, вот, знаете, вот, самый прекрасный образ, который может быть вообще во Вселенной, вот, в человеческом мире нашем, хлеб, который мы едим, вот, тело и кровь Иисуса, чашу, которую пьем, кровь Иисуса, хлеб, который едим, тело Иисуса. Я считаю, что, ну, более красивого образа, трудно себе представить, невозможно, просто невозможно. Творец Вселенной. Творец всей Вселенной. И он часть меня, я часть его. Помните, я примеры приводил, значит, вот с этими, как, с огурцами. Кстати, у меня здесь, я еще раз пример приведу, это у меня здесь. Так, вот так, есть информативники, есть. Сейчас я на стол. Так. Вот у меня здесь есть, здесь рядом есть, как называется магазин, по-моему, ну, короче, такой супермаркет. И вот здесь огурчики малосольные, называется монастырские бочковые. Монастырские бочковые. Вот, значит, ну, я попробовал позавчера, вчера, ну, на самом деле, малосольные, как бы, не очень. То есть, ну, как, я люблю посоленые все, соленые люблю огурчики. Ну, те, вот, были такие, пакцы, вот, значит, а я еще вчера реформировал, сюда нарезал перцев острых, вот, значит, они будут теперь немалосоленые, значит, и, во-вторых, они будут такие ядреные, перечные. Вот, значит, решил реформировать, почему эти огурчики, потому что, ну, мне, честно говоря, рассол не понравился, когда он такой пресный какой-то, просто как вода, чуть-чуть подсоленая. Что-то так мне не нравится. Вот, и пример как раз, иллюстрацию такую привожу сейчас. Ну, вот здесь вы видите, да, вот на дне, там, этих перточков понарезал острых. Так, передавайте поздравления вашей благословенной супруге, многих ей благих, благословенных лет на славу Божью, ибо ваша супруга есть ваша молитвенная тыла. Аминь, аминь, слава Богу, слава Богу, аллилуйя. Вот, а по поводу огурчиков я как раз иллюстрацию делал. Уже не раз это, вот, и хочу еще раз сделать эту иллюстрацию. Слова, слава Господу Богу нашему, да, Отцу. Беззавет вам благословение и скончаемое в избытке на супругу вашу, на вас спасибо. Спасибо, Даниил, спасибо, Иван, спасибо, братья, вот, сестры. Иисус говорил, что, вот, слово «баптизо», там записано в греческом языке, да, в греческом Новом Завете, что кто будет веровать и креститься, спасем будет. И вот «баптизо» означает именно, действительно, вот, погружение в Него. Вот, и, значит, погружение в Господа нашего, Иисуса Христа и пропитывание им. В Библии говорится, интересно, что имейте соль в себе, да, имейте соль в себе. Вот, «баптизо», слово это, «баптизо», оно использовалось в Древнем мире, в том, в котором был написан Новый Завет, для описания, в основном, соления огурцов, «баптизо», вот, и «малосол», ну, это написано «малосоленый», да, вот, но теперь они не будут малосоленые, теперь я их реформировал, теперь они будут уже нормальные, соленые, значит, и, значит, с этими перчиками. «Слава Богу, что мы все призваны реформировать, даже огурцы, все реформировать, да, пусть умножается благодать в жизни супруги», Света пишет, «аллилуйя», спасибо большое, Светлана, спасибо, вот, да, и сестричке Иночке, я передам привет, Валентина, да, с днем рождения, да, передам ей привет, вот, значит, надеюсь, она сейчас подключилась или же подключится попозже уже, но приветы передам, слава Богу. Вот, и, значит, мы как вот эти вот огурчики, о которых Библия говорит как раз, вот, значит, «баптизо», слово «баптизо» в древнем мире использовалось для описания соления огурцов, и вот малосольные огурцы все-таки «баптизо» не называли греки древние, а «баптизо» называли вот огурцы, которые прошли полностью просолку, которые имеют соль, вот, которые соленые, действительно, соль, в Библии говорится, добрая вещь, вот. Значит, и, знаете, хотя там медики говорят, что белая смерть там и прочее, но все-таки это добрая вещь на самом деле, вот, без соли никуда, вот, значит, и, знаете, вот, и вот я сейчас делал там, положил вчера там, порезал этих перчиков остреньких взял, вот, значит, там, вот, значит, и они теперь будут ароматные, теперь они у меня будут соленые, значит, и теперь будут у меня острые, вот такие, как люблю. Вот, и Господь наш любит, действительно, чтобы мы были вот такие просолены, имели соль его в себе, вот, вот такая иллюстрация. Так что, ну, пока еще рано, еще ночью, денечек полежат, значит, постоят сегодня в ладильнике, думаю, нормально будет уже. Вот, и, значит, вот, действительно, мы, как верующие, мы погружаемся в его рассол и пропитываемся им, пропитываемся Богом самим. Баптизу совершается это, вот, и, знаете, вот как я открыл эту баночку, вот, а там рассол вообще никакой. Маленько попробовал, хлебнул, ну, вообще, ну, водичка чуть-чуть посоленая и без, без ничего вообще, никакой там, ну, аромата никакого нету. Ну, ну, что такое, значит, даже если мало сол, то можно же какую-то травку положить, можно, там, какие-то, ну, не знаю, специи положить, чтобы оно было, как бы, ну, душистое, как бы так, вкусно. Вот, а это совсем, и сам огурец первый съел, там, ну, ну, такой, безвкусный совершенно, поэтому я решил его реформировать. Вот, эти огурцы я решил реформировать. Вот, и, а у меня такой образ возник, такой просто, пример, почему я достал банку-то? Что значит, что, вот, вот, если даже ты попал в банку какой-то конфессии, динаминации, значит, где, значит, мало соли, как бы, и, да и больше нет ничего вообще, там, как бы, ничего, никаких божьих ингредиентов, особенно-то, как бы, и не пахнет. Ничего, Господь, Он реформирует, на самом деле, и пусть в наших, там, церковных собраниях разных конфессий, динаминаций будет много соли божественной, это и много всяких специй, перчиков, там, и прочее, 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 чтобы мы были непресные, чтобы мы были вкусные, чтобы Господь взял однажды нас, хрустнул, и сказал, о, баптизо, баптизо, настоящий баптист. Приветствую, благословит Господь жену вашу и сохранит благодать на благодать вам. Аминь. Спасибо за образ нашего соления и откровения, причастия, очень понятно. Аминь. Слава Богу. Действительно, вот такие простые образы. Новый Завет вообще написан просто. Это сейчас его, так, пытаются усложнять, как бы, все, ну, как бы, и видеть то, чего там и не было никогда. Но, знаете ли, вообще-то, Новый Завет очень практично написан на языке, не литературном греческом языке, не на сложном греческом языке, не на языке, там, Сократа, Аристотеля, Платона, не, не. Хотя Дух Святой мог бы и так вдохновить, я более чем убежден, он мог бы вдохновить так, что там, как говорится, и все древнегреческие авторы просто в почтении сняли бы шляпы. Но, знаете ли, значит, Дух Святой вдохновил, очень странно, конечно, на первый взгляд, писателей Библии Нового Завета, апостолов, писать на наречии, которое называется Койе. То есть, это простонародный, это сельский, это суржик, это, ну, такой деревенский греческий язык, который просвещенный грек, просвещенный элен, гнушался даже таким языком. Это считалось, как бы, значит, ну, даже недостойно, это признаком было необразованности. Но я не считаю, что апостолы были в греческом необразованы, я не считаю, что Дух Святой это дух необразованности, значит, как бы, нет. Я не считаю, что Дух Святой не мог бы вдохновить, он мог бы вдохновить и сложно написать сложным греческим языком, чтобы мы до сих пор бы расшифровывали его коды. Но Дух Святой вдохновил написать на простонародном сельском языке, на таком суржике греческом этом. Для чего? Чтобы любой человек, во-первых, уразумел, что Бог хочет быть понятым, принятым, любимым. Он хочет действительно, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Он не хочет прятаться от нас, он не хочет скрываться от нас, он не хочет из себя такого умного строить, знаете ли, далекого, непонятного, значит, что все мудрецы этого мира бы сказали бы, ну мы не можем постичь его. Нет, он хочет быть принятым, понятым, любимым. Потому что он любит, потому что он принимает нас, потому что он действительно жаждет нас. И Иисус сам сказал, Машиах сам сказал, что Отец жаждет таких поклонников увидеть на этой земле. В русском переводе там говорится, Отец ищет себе таких поклонников. В Новом Завете, в Евангелии от Иоанна написано, в 4 главе, мне нравится, как больше в украинском проекте, вот, прагне, Отец жаждет таких поклонников увидеть на этой земле. Действительно это так. Вот, и он любящий, он жаждующий, он искренний, он истинный. Спасибо, Господи Боже всемогущий. Благодарю Тебя за все, благодарю Тебя за жизнь, благодарю Тебя, аминь. И едим мы ли, пьем ли мы, вот, едим ли мы обед, вот, огурчики допустим, да, вот, значит, там, что угодно. Все во славу Божью, все во славу Господа. Так, пока с вашего позволения уберу, уберу я обратно, пусть его место пока в холодильнике, вот сюда его, да, пусть стоит. Досаливается, доходит, чтобы настоящим баптизу было, а не так вот, не так, не сяк. Ни богу свечка, ни черта кочерга, как говорят в народе. Ни рыбы, ни мясо. Это хуже всего. Не горяч и не холоден, а тепл. Ни туда, ни сюда. Ни белым, ни красным, как говорится, да, значит. И, знаете, вот, Бог хочет, чтобы мы действительно избрали жизнь. И жизнь с избытком, которая в Машиахе, которая в Иисусе Христе. Вот, и сегодня, совершая причастие и в Харистету, вместе с вами, я воздаю славу всю Дворцу нашему, Богу Небесному. Благодарю тебя, Господь, за хлеб, сошедший с неба. Благодарю тебя, Господь, за пролитую кровь на Голгофском кресте. И вот это причастие и в Харисте, которую совершаем мы, действительно, это великое чудо. Великое чудо из всех чудес. Спасибо тебе, Господь. Потому что благодатью мы спасены через веру. И это не от нас, это твой Божий дар. Спасибо тебе, Господь. Благодарю тебя. Аминь. Валентина тоже сделала замечание такое правильное, да. Господь сказал, вы соль земли. Аминь. Аминь. И действительно, когда мы просаливаемся, мы сами становимся этой солью. Я, например, опять-таки огурчиков скажу. Ну, таких вот, не малосольных, а настоящих баптизов. Настоящих баптистских огурцах, которые просоленные, такие товарищи уже, просоленные верующие. Вот, знаете ли, с таким соленым верующим пообщаешься немного даже. Вот, соприкоснешься даже где-то случайно. Вот, и очень хочется пить этой живой воды сразу. Вот, и действительно, мы признаны быть этой солью, возбуждая такую жажду в людях по Богу. Вот, и это прекрасно. И на примере с огурцами, опять-таки, когда огурцы, есть миска соленых огурцов у тебя, и ты готовишь винегрет, уже все порезал, допустим, свеклу, буряк, морковку, картошку, все порезал, все приготовил, лучок, все уже готово у тебя, да, маслица. Но тебе не надо солить даже вот это все, если у тебя есть миска соленых огурцов. Эти огурцы, они прошли просолку, они впитали в себя эту соль, и они сами стали этой солью. И, по крайней мере, вот в миске вот этого винегрета, они сделали такую, делают такую работу, что перемешав все, эта хозяйка пробует винегрет, и говорит, ах, хороший такой получился винегрет. Потому что эта соль, которая в огурцах, она осолила весь этот винегрет. И пусть, будем так говорить, в салатах винегретах наших сел, городов, поселков, нас Господь как свою соль использует на наших рабочих местах, где бы мы ни были, в наших семьях, нас как соль свою используют, чтобы осолять все и вся во имя Иисуса Христа. И пусть действительно соль, которая в нас, она действительно осоляет. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Святой. Великий Бог наш. Благословен Ты, Царь наш. Благословен Бог наш. Царю Небесный, Утешитель, Дух Истины, Ты, что везде пребываешь и все собой наполняешь, Сокровищница благ и жизни подателю, Ты пришел и вселился в нас И очистил нас от всякой скверны И Ты спас благой души наши Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный Хвала Тебе. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе. Благодарю тебя, Боже, за все. Благоставляю великое Твое имя святое. Боже, сегодня благостави нас в этом хлебопреломлении, в этом причастие тела и крови Твоих причастниками быть. Спасибо тебе, Господь. Благослови моих братьев и сестер. Боже, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Спасибо. Благостовен Ты, Царь наш. Благостовен Ты, Бог наш. Благостовен Спаситель наш. Благостовен Искупитель наш. Действительно, Ты сравнил себя с хлебом. И Ты действительно есть настоящий хлеб. Хлеб жизни. Сошедший с небес. Хлеб жизни, который питает милует обогащают благоставляет хлеб жизни который вдохновляет окрыляют спасибо тебе любит спасибо тебе господь благодарю тебя и благоставляю великое имя твое господь слава тебе господь сотвори господь хлеб сей телом христа твоего аминь а то что в чаши сей кровью христа твоего аминь приложив это духом святым твоим аминь аминь спасибо тебе господь спасибо за спасение за жизнь вечную блажен кто вкусит хлеба в царстве небесном царстве божьем блажены мы вкушающий хлеб в царстве божьем блажены мы вкушающий хлеб жизни спасибо тебе господь благословен ты царь наш благословен бог наш аминь тело христово примите братья сестры источника бессмертия вкусите аллилуйя аллилуйя аминь аминь спасибо господь за все благословен бог наш царь вселенной давши нам хлеб из земли и плод виноградной глазы благословен бог наш искупитель наш за голгофу за кровь я тебя благодарю за воскресенье твое за победу твою за победу твою за голгофу за кровь я тебя благодарю за воскресенье твое за победу твою благодарю тебя отец мой папочка бог благодарю тебя иисус христос спаситель мой господь мой брат благодарю о дух святой ты всегда со мной ты мой герой за все я благодарю за все за все тебя я благодарю спасибо тебе спасибо спасибо за жизнь лихаем спасибо господь за жизнь мир отдал свою жизнь спасибо 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 господь спасибо ты самый лучший ты самый прекрасный ты самый мудрый ты самый сильный мой возлюбленный мой возлюбленный прекрасен краше тысячи других вид его подобен кедру на подножья за вот он идет вот он идет господь грядет мой возлюбленный грядет вот он идет бог мой грядет бог мой грядет мой возлюбленный грядет гряди господи иисусе и доколе ты не пришел мы совершаем это ежедневно господь уже два тысячелетия поднимаем бокал господь царства твоего и говорим тебе господь лихаем говорим тебе гряди господи иисусе возвращайся слава тебе аминь святой 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 аминь 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 спасибо господь спасибо 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 Спасибо, спасибо Спасибо, спасибо, Господь Спасибо, спасибо Спасибо, 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 Господь, спасибо Благословен Бог наш Благословен Царь всей Вселенной Спасибо. Спасибо. В котором спасены, в котором спасаемся. Спасибо тебе, Господь. Благодарю тебя, Боже, за все. За причастие святых твоих таинств, тайн, тела и крови. Благодарю тебя, Господь, за все. Слава тебе. Благословляю всех братьев и сестер. Аминь. Аминь. Арсений пишет. Аминь. Слава Господу, спасшему нас, искупившему нас, освободившему нас, убедшему нас в царство свое. Аллилуйя. Аминь. Аминь, брат дорогой. Ольга пишет. Сейчас увидела такой образ, стакан какао, что мы становимся как какао или чай с молоком. Какао плюс молоко. А, о, смешание, да, такое, да? Так и мы. Принимая причастие. Уже одно целое. Не отделить. Аминь. Аминь. Да, очень хороший пример на самом деле. Вот это как одно. Все. Смешание произошло. Баптизу. Вот это вот. Баптизу. Вот это место из Писания, которое я сделал заглавив, даже книги свои новые, которые, даст Бог, уже в январе опубликую. Значит, буду в Киеве у себя уже в церкви. Вот до этого сейчас, молюсь сейчас об этом. Название такое. Ани, Ледоди, Ведоди, Ли. Оригинально в Библии так написано. По-русски синодальные переводчики перевели так. Я принадлежу моему возлюбленному. Возлюбленному мне. Но там буквально, что я в нем, он во мне. Мы одно целое. Мы, мы вот, как вот Иисус выразил еще красиво, очень, очень красиво. Я и Отец одно. Он сказал. 10.30 Иоанна, помните, да? 10.30 Иоанна. Я и Отец одно. Я и Отец одно. Мы не просто заодно. Мы не просто вместе. А Я и Отец, мы одно. Вот. И каждый верующий в меру возраста Христова, в полноту меры возраста Христова, приходя, восклицает. Я и Отец одно. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Царь Вселенный. Благоставляю сегодня всех вас, возлюбленные братья и сестры. Благоставляю сейчас и свою супругу. Поздравляю ее, паки и паки. Вот. Ночью позже мы будем, как раз, на связи. Вот. Сделаем тоже домашнее такое причастие со своей семьей. Они там в Туле, я здесь в Петербурге. Но мы сделаем для Бога, для Духа Божьего нет преград. Вот вы, может, в разных странах, вот, Господь среди нас и есть, и будет. Он сказал, где двое или трое, во имя его собраны. Даже если между ними огромные расстояния огромные. В советское время руку полагали одного служителя. Вот. Но он сидел в тюрьме за веру во Христа тогда. Вот, значит, и... Да и еще один из епископов тоже, который должен был, полагать, тоже сидел. В другой колонии, совершенно на другом конце света, будем так говорить. Вот, тут на север, тут на юге. Вот, значит, и... А еще двое были на свободе. Но во всесоюзном розыске братья были. Вот, как опасные преступники. В то время христиан считали террористами в Советском Союзе. Вот. Страшное было время, конечно. Это были еще 70-е годы. Вот. Вот, и братья договорились, эти епископы, что будем руку полагать того брата. Вот, хотя он в тюрьме сидит, ему сообщили, передали весточку заранее, за несколько месяцев. Все. Договорились, что во столько-то, в такое-то время будем руку полагать тебя, брат. Вот, они договорились, и находясь в разных городах, один из них ловился в вузах, другой в вузах находился, который руку полагаемый, собственно. И они молились о руку положения этого брата. Вот, просто физически не имели возможности присутствовать там, в его камере, и возлагать на него руки. Но руку положили, и другие православные катакомбные церкви, епископы, признали это руку положение действительным, каноничным, правильным, потому что в условиях гонений, ну, других вариантов порой и нет. Вот, и знаете, для Божьего Духа нет действительно преград, нет уз, ни стен темниц, ни пространственных временных измерений, никаких нет. Он всемогущий Бог наш, и доверяем Ему, Святому, Великому. Аминь. Аминь, аминь. Спасибо тебе, Господь. Благоставленный Царь наш, благоставляю вас во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Расстояние не преграда, стены не преграда, даже потеряв свободу, можно быть свободным. Аминь. Вот здесь, в Петербурге, я сейчас нахожусь в Петербурге, был у Петропавловской крепости, сегодня, даст Бог, тоже нам помолюсь, вот сегодня. И в Петропавловской крепости, на стене одного из казематов, еще при царе, там батюшке, там, еще в конце 19 века, начало 20 века, один из узников совести, сидевший за Христа Иисуса, за Евангелие, Царство Божье, написал такие слова на стене каземата. «Со Христом и в тюрьме мы свободны, без Христа и на воле тюрьма». «Со Христом и в тюрьме мы свободны, без Христа и на воле тюрьма». Вячеслав пишет, приветствую всех братьев, сестер, любовью к Иисусу Христа. Аминь, аминь, аминь. Благоставляю вас тоже, брат Вячеслав, всех братьев, сестер, приветствую. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь святым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». «Во имя Иисуса Христа, аминь, аминь, аминь. Благословен Бог наш, Царь всей Вселенной, аминь». Вот Вячеслав пишет дальше, что из главы 17, да, а из Иоанна Гатара опять-таки. «Да будут все едины, как ты, Отче во мне, я в тебе, так и они, да будут в нас едины, да уверуют мир, что ты послал меня». Да, это продолжение той же самой темы, есть крещение еще, когда мы погружаемся еще в друг друга. Вот, и действительно это потрясающе, когда церковь как тело Христа, блаженное осознание зависимости, я еще в прошлом году пережил вот такое чудо, блаженное осознание зависимости от Бога и друг от друга, как единое тело Христово. Это потрясающее ощущение, потрясающее переживание были и есть, слава Богу. Осознание полной зависимости от Бога, от главы нашей тела и друг от друга, как части тела Христово. Это потрясающее переживание. Я говорю, что я этим делился уже не раз и буду делиться. Вот это крещение, погружение такое. Пусть Бог благословит вам все, дорогие друзья. До встречи и на земле, и на небесах. Вот, и эти дни в 6 утра подключайтесь, имея возможность выходить в эфир по утрам. В 6 утра подключайтесь, друзья, каждый день здесь. До субботы включительно. Шалом, благословляю всех вас. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя.